Вот-вот должен произойти прорыв и рост как минимум до уровней вот этой вершины, а это почти 0,2 биткоина за один эфириум. Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новый выпуск. У нас проблема, особенно если вы новенький инвестор в эфириум, биткоин и другие криптовалюты. Эта проблема связана с тем, каким сейчас является рынок, а он является очень бычьим. Особенно на англоязычном пространстве. Но я уже не раз замечал, что тренды с запада до нас доходят с опозданием. Я быстро посмотрел статистику самых популярных каналов о криптовалюте на английском языке. Посмотрите сами. Иван Онтек. 42 тысячи подписчиков за 30 дней. Альткоин Дейли. 64 тысячи подписчиков за 30 дней. The Moon. 78 тысяч новых подписчиков. MMCrypto. 90 тысяч. И, наконец, BitBoy. 108 тысяч подписчиков за последние 30 дней. У меня за 3 года столько не набралось. Также в Твиттере известный техноблогер, у которого аудитория в десятки миллионов человек, пишет о биткоине. Известный рэпер пишет об эфириуме. Миллиардеры рассказывают о биткоине. Это первый цикл, в котором известные и уважаемые инвесторы объясняют, почему биткоин это что-то ценное. И даже ютуберы, которые не особо связаны с биткоином, снимают видео, почему я купил биткоин. Определенно, на рынок приходит очень много новых инвесторов. И в этом, собственно, и заключается проблема, о которой я говорил в начале этого видео. Очень много новичков заходит на ютуб и пишет, например, биткоин, эфириум или даже Ripple XRP. И что они видят? В первых местах в поиске подозрительные для меня, но не для них, стримы, а-ля Виталик Бутерин, срочные новости, эфириум взорвется, эфир новости, эфир обновления, будущее эфириума. Или же Роберт Киосаки, эфириум рост через 48 часов, биткоин, BTC, полка дот, прогноз цены. И всё бы ничего, но переходя на такой стрим, мы видим, отправь нам от 3 до 500 эфиров, и мы сразу же вернём обратно от 6 до 1000. На фоне воспроизводится обычно какая-то реальная запись. Например, выступление Виталика Бутерина, одного из создателей эфириума. Или, например, Брэда Гарлинхаус, одного из руководителей Ripple XRP. А теперь представьте, вы новичок. Совсем недавно вы узнали, что есть какой-то эфириум. Вы узнали, как его купить, и вы его купили. Затем зашли на YouTube, написали в поиске «эфириум» и увидели этот стрим. С горящими глазами вы бросаетесь отправлять им эфириум, который недавно купили и остались с носом. Криптовалюта дискредитирована в ваших глазах. Деньги потеряны. Одни разочарования. Это моё предупреждение для всех новеньких инвесторов в эфириум и не только. Если кто-то говорит вам «дайте мне три эфира, а я верну тебе шесть», это самый настоящий развод. Кто в теме уже долго, подумает, что это слишком очевидно, чтобы уделять этому время. Но поверьте, новички очень даже ведутся на это. Особенно, когда думают, что этот стрим ведёт сам Бутерин или вообще Роберт Кийосаки. Чем больше новичков сюда приходит, тем больше таких мошенников. Я видел аналогичные стримы, где разводили на Ripple XRP, на Биткоин, на Эфириум. Поэтому будьте очень осторожными. Я знаю, что аудитория моего канала умная и она в курсе всего этого. Но я говорю это для большой волны новеньких людей, которые ещё недостаточно опытны в криптовалютных делах. Я хочу сказать вам, ваша криптовалюта сейчас, в 2021-м, ценнее, чем когда-либо. В 2025-м она будет ещё ценнее, чем сейчас. А в 2030-м она будет ещё ценнее, чем в 2025-м. Поэтому мошенники сделают всё, чтобы украсть ваши монетки. Они идут настолько далеко, что даже создают фейковые аккаунты. И якобы от моего лица что-то там просят у вас. Например, деньги в доверительное управление. Ни в коем случае не соглашайтесь, я никогда не занимался и не буду заниматься доверительным управлением. Знаете, если кто-то, притворяясь мной, напишет вам о таком, это мошенник. Сейчас они особо активизировались на фоне роста эфира, который сегодня преодолел крайний исторический пик на Bitstamp. Но пока что сделал это не очень уверенно. Многие люди не понимают, насколько это важно. Уверенное преодоление исторического пика на самом деле является началом чего-то большого. Большого и невероятного пампа цены, как в случае с биткоином, например. Например, вспомните, как после уверенного преодоления крайнего исторического пика, он очень быстро умножил свою цену в два раза. С 20 тысяч до 40 тысяч. Думаю, что-то похожее ждет и эфир, причем в ближайшее время. Если он умудрится не просто преодолеть этот крайний исторический пик, но и закрепиться выше него, то я думаю, что он вполне может вырасти до 2800 или даже 3000 долларов за одну монету. Но эфир может повторить движение биткоина. Вспомните, биткоин не сразу смог проскочить 20 тысяч. Он долго бодался в уровень 18-19 тысяч и только потом пробил эти несчастные 20 тысяч. Поэтому на уровне 1425 долларов эфириум, скорее всего, столкнется с большим сопротивлением. И не забывайте еще кое-что, ребята. Мартини Гай пишет. Если вы новенький в биткоине и в криптовалюте, вы вот-вот станете свидетелями альткоин сезона. Нас ожидают прибыли, которые изменят наши жизни. Только не забывайте фиксировать прибыли. Я говорил об этом в этом видео, которое выложил вчера. Фиксируйте прибыли. Особенно тогда, когда рынок находится в состоянии эйфории. Мне очень приятно, что это важное сообщение услышало более 20 тысяч человек, хотя еще даже сутки не прошли. Люди, которые не услышали это сообщение, рискуют остаться с разбитым корытом. Даже тогда, когда их балансы вроде бы выросли в какой-то момент. Так что фиксировать прибыли очень важно, но не сразу все за один раз. В общем, вчера я детально об этом рассказывал. Ссылку оставлю в прикрепленном комментарии и в описании под видео. Сейчас я хочу показать вам официальный твиттер Международного валютного фонда, который почему-то не грузится. Итак, я хочу показать вам этот опрос, который отображает реальное положение вещей в человеческом социуме. Даже два опроса. Первый опрос звучит так. Являются ли цифровые валюты настоящими деньгами? Большинство ответили твердо и уверенно. Да, являются. И второй опрос. Являются ли цифровые валюты центральных банков настоящими деньгами? Большинство ответили. Нет, не являются. Это показывает, что люди не доверяют не просто цифровым валютам центральных банков, они не доверяют банкам и традиционным фиатным валютам в целом. Доверие, которого и так не было, улетучивается. Вот почему растут криптовалюты. Да, причин роста может быть много, но одной из причин я вижу потерю доверия к традиционной фиатной системе. К системе доминирования доллара, которая установилась после Второй мировой войны. Биткоин – это открытые, защищенные, не требующие третьей стороны, а также разрешение и одобрение властей, не поддающиеся цензуре, децентрализованные, вездесущие, легко делимые и транспортабельные деньги. Этот опрос показывает людям это нужно. Биткоин и криптовалюты лишены политического контекста. Все могут его использовать и никто не может это запретить. Как в случае с санкциями, когда экономика целой страны отключается от того же Свифта, и международные денежные потоки перестают участвовать в жизни экономики этой страны. Криптовалюты лишены таких рычагов политического влияния. Так и должно быть в случае с настоящими деньгами. Хочу показать вам твит этого товарища Galaxy BTC. Он пишет, если вы посмотрите глобально, то увидите, что эфириум консолидируется уже на протяжении 1300 дней по отношению к биткоину. И сейчас он готов прорваться. Мы увидим 5-7 тысяч в этом году. Ребята, посмотрите на этот график. Похоже, прямо сейчас эфириум находится в критической точке. За последние 1300 дней вот-вот должен произойти прорыв и рост как минимум до уровней вот этой вершины. А это почти 0,2 биткоина за один эфириум. Так что есть какая-то логика в том, что мы в этом году можем увидеть 5000 долларов за эфириум. Я думаю, что прорыв эфириума в какой-то момент случится, и он будет стремительным. Крайний исторический пик для эфириума это только лишь начало, стартовая точка в его будущем забеге. Вспомните, что было с биткоином в 2017 году, когда он преодолел уровень исторического пика 2013 года. Он взорвался и вырос практически на 20 иксов. Но на краткосроке мы можем вполне себе нудно бороться за этот уровень. У эфириума могут быть с этим проблемы, мы можем даже наблюдать какой-то отскок от этого уровня. Но задумайтесь, насколько это важный момент. Это не просто преодоление предыдущего исторического пика, но еще и закрытие дневной свечи. Многое решится прямо сегодня. Но если точнее, когда мы пробьем вот этот уровень, может быть сегодня, может быть завтра, может быть через несколько недель. На самом деле, для меня не важно, когда это случится. Главное, что когда мы его пробьем, эфириум сделает все то же самое, что сделал биткоин. Его рост будет стремительным. Скорее всего, мы очень-очень быстро увидим удвоение его цены после пробития и закрепления выше крайнего исторического пика. Также, ребята, не забывайте, что совсем скоро эфириум получит EAP 1559. Это такое обновление, которое придаст эфириуму дефляционный характер. То есть, каждая транзакция эфира будет приводить к тому, что какая-то часть эфиров будет сжигаться. И это приведет к уменьшению предложения эфириума. Эта модель хоть и отличается от модели биткоина, но все-таки тоже делает эфир дефляционной валютой, как и биткоин. Думаю, это тоже благосклонно повлияет на его цену. Но кто-то скажет, что предложение эфириума не ограничено, в отличие от биткоина. И это правда. Но с этим обновлением, как минимум, количество эфиров перестанет расти, а как максимум даже начнет уменьшаться. В таком случае, его цена будет зависеть в основном от спроса. Формула его цены будет включать в себя спрос и разницу между инфляцией и дефляцией. И если дефляция будет выше, чем инфляция, то рост цены эфириума просто неизбежен. Особенно если вспомнить, что эфириум вырос почти до полутора тысяч долларов безо всякой дефляции. Так что все зависит от спроса. Но давайте подумаем о биткоине в сравнении с эфиром. Биткоин столкнется с очень интересной проблемой в будущем. Однажды его инфляция станет равна нулю, и больше новых биткоинов создаваться не будет. Сейчас у биткоина есть инфляция. Это вознаграждение за блок, которое постоянно увеличивает предложение биткоина. Но в будущем инфляция будет равна нулю, и у майнеров больше не будет награды за майнинг, а будут только комиссионные в самой сети за подтверждение транзакции. Мы очень надеемся, что эти комиссионные заместят награду за блок, но мы точно этого не знаем. Так что это может стать проблемой. В случае с эфиром такой проблемы не возникнет. Да, они добавят элемент дефляции, но при этом и инфляция будет присутствовать тоже. Получается, они делают эфир более дефицитным. Хочешь отправить транзакцию? Сжигай какую-нибудь часть эфира. И при этом не будет проблемы с нулевой инфляцией, как у биткоина в будущем. По-моему, это просто гениальное решение сразу двух проблем. Награды майнерам и дефляции. Что сказать? Гениально-гениально. При этом на фоне таких взрывов эфира, полкодота и других альткоинов, биткоин продолжает топтаться на месте. И мне сегодня целый день пишут, что это очень плохо. Но я скажу, это хорошо. Биткоин должен немного потоптаться на месте, чтобы альткоины имели возможность хорошо вырасти. И рост этих альткоинов будет намного круче биткоина. Поэтому, чем дольше биткоин сейчас будет отдыхать, тем лучше для альткоинов. Давайте посмотрим на график доминирования биткоина на рынке криптовалют. Мы видим, что в последнее время он постоянно падает. Это означает, что капитализация альткоинов растет быстрее капитализации биткоина. Мне кажется, что на пике этого буллрана, по аналогии с 2017 годом, доминирование биткоина может упасть до 30-40%. Но есть и второй вариант. Если биткоин сейчас очень резко вырастет до 50 тысяч долларов, это положит альткоины на лопатки. В том числе и эфириум. Именно поэтому я и говорю, что лучше, чтобы биткоин сейчас немного отдохнул. Постоял немного в боковике и подумал над своей жизнью. Именно такое его поведение будет очень хорошим шансом для нас получить прибыли на альте. Если же биткоин очень резко начнет расти, то альткоины будут чувствовать себя плохо. И наконец я хочу ответить на самый главный и последний вопрос. Мне его очень часто задают. Ди, если ты будешь держать какую-то часть биткоинов вечно, то как долго ты планируешь держать эфириум? Что ж, мне кажется, я уже ответил на этот вопрос вчера. В этом самом видео. Видео о том, что нужно всегда фиксировать прибыли. Что нужно иметь план выхода из криптовалюты. Иначе придется терпеть 90% убытков в следующем медвежьем рынке. И поверьте мне, мне совсем этого не хочется. Блин, забыл показать свою сделку на байбите, точно. Точка входа 1350 долларов. Цель 1411, 1546 и 1718 долларов. Плечо 5Х. Если вы тоже хотите торговать с кредитным плечом, я бы вам советовал торговать так, чтобы потом, в случае чего, не было очень больно. Это все-таки кредитная маржинальная торговля. Очень опасно. Но я уверен в этой сделке. Думаю, все будет просто отлично. Предыдущая моя сделка с кредитным плечом по биткоину зашла просто отлично. Ссылка на эту биржу в описании. На этом вроде все. Меня зовут богатейший Ди. Вы, как обычно, поставите мне лайк и мне будет очень приятно, да? Спасибо большое. А также подписывайтесь на канал, телеграмм, жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Делитесь видео с друзьями, комментируйте обязательно. Богатейте. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok